здравствуйте друзья в этом видео я расскажу вам как я применил датчик присутствия о котором я рассказал в прошлом обзоре кто не видел ссылка в описании покупал я его совершенно определенной задачи и забегая вперед скажу что вполне доволен тем как датчик с ней справляется по вашим комментариям я знаю что у многих есть проблема с автоматизациями освещения там где человек может по долгу находиться в малоподвижном состоянии чаще всего это ванна или туалет собственно для туалета где частенько можно залипнуть в телефон этот датчики предназначался до недавнего времени за автоматическое управление освещением в туалете у меня отвечал датчик окара расположенный прямо над входной дверью целом со своей задачей он справляется нормально угла покрытия хватает чтобы покрыть и область входа и ту область на которой можно провести много времени в неподвижном состоянии и с этим как раз возникали проблемы датчик переставал регистрировать движение и отключался а с ним и освещение через заданный интервал моем случае с правой стороны располагается люк который открывает доступ к трубам и счетчикам воды и там несложно организовать питание благодаря подводу к розетке которая видна слева на стене идея состояла в том чтобы закрепить датчик на стене которая находится за люком и использовать особенность микроволнового радара состоящую в том что он способен обнаруживать объекты за преградами качестве бокса для датчика я использовал стандартную распределительную коробку размером 75 на 75 на 42 миллиметра которую купил в ближайшем хозяйственном супермаркете она идеально подошла по размеру датчика присутствия даже не понадобилось никаких дополнительных креплений установился он плотно и достаточно жестко даже разъем питания оказался напротив кабельного отверстия никаких доработок кроме снятия штатных заглушек с этих отверстий делать не пришлось дальше все довольно просто коробку закрепил на стене заняло все минут пять причем самая длительная часть это достать а потом вернуть на место дрель со сверлами от подводок розетки которые относительно этого кадра находится слева я подключился к одному из свободных блоков питания с usb которая есть у меня в изобилии от различных гаджетов и подключил к нему кабель с micro usb разъема затем установил датчик человечек изображенным в нем получился вверх ногами но думаю он на меня за это не обидится окончательный вариант закрытой крышкой она не является препятствием для микроволнового радара но конечно датчик освещенности при такой установке становится бесполезным правда тут он и не нужен общий план с открытым люком тут можно оценить толщину дверцы забегая вперед скажу что она не мешает работе датчика до лучшего понимания еще раз покажу как все выглядит после установки датчик полностью скрыт за дверкой люка ключевой момент корректной работе датчика это подобрать оптимальные параметры работы чувствительность и дальность я на данный момент остановился на интервале от 0 до 2 метров по дальности по чувствительности пока тестирую значение от 4 до 6 тут необходимо найти баланс чтобы датчик на низкой чувствительности не терял неподвижный объект она высокой не реагировал на объекты за стеной логика работы автоматизации зависит от времени суток тут применен бинарный сенсор платформы тот время суток он имеет статус включена в период с 11 вечера до 7 утра я создал два шаблонных сенсора это дневной вариант шаблон будет возвращать статус true при соблюдении 4 условий включен свет нет движения нет присутствия это новое условие добавленное после установки датчика и статус сенсора тот выключена подробнее о шаблонах можно узнать из моих уроков ссылка в описании под видео сенсор на основе этого шаблона имеет задержку он включится только через минуту после того как шаблон будет выполнен ранее тут стояла задержка в пять минут по аналогичной схеме сделан шаблон и для ночного времени только сенсор тот должен быть включен и убрана задержка на срабатывание ранее она была установлена в одну минуту автоматизация отвечающая за включение светильника тут пять триггеров первое два это датчики движения присутствия остальные это выключатели находящиеся в разных местах для ручного управления для выключения тоже пять триггеров однако первое два это уже не физические датчики а шаблонные сенсоры срабатывающий при условии включенного света когда нет ни движения не присутствия разница между этими сенсорами разное время задержки днем она больше так они выглядят в интерфейсе я вывел датчики движения присутствия а также данные по дистанции для объекта которые мне пока нужны на этапе подбора оптимальных настроек далее возможно и уберу этот параметр моем случае датчик движения срабатывать чуть раньше чем датчик присутствия так как он находится прямо над дверью слайд слева датчик присутствия срабатывает практически сразу за ним разница не более секунды фактическое расстояние до него сантиметров 40 50 данные по дистанции до объекта отображаются в пределах от одного до полутора метров тут видно роль играет дверца люка и проходящие рядом трубы водопровода если сидеть неподвижно датчик движения отключается а вот датчик присутствия остается активным правда если совсем понизить чувствительность то тоже может терять объект тут нужно настраивать по месту в данный момент я очень доволен работой этого устройства корректность работы автоматизации отключения света однозначно стала намного выше за время тестов датчик терял меня только один раз когда я слишком понизил уровень чувствительности относительно устройств автономным питанием установка сложнее так как нужно придумать куда его подключить и тут здорово выручает его особенность видеть сквозь стены и этот момент нужно проработать перед покупкой моем случае место установки я определил заранее и уже изначально знал куда я его буду крепить на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании под видео вы найдете ссылку на магазин где я купил этот датчик а также на мой телеграм-канал где я публикую новости на тему умного дома спасибо за внимание до новых встреч всем мира до новых встреч